Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как Израиль готовится к Песоху. Песох это еврейская Пасха, которая празднуется как напоминание о выходе из египетского рабства. И одно из условий празднования Песоха в том, чтобы было убрано все квасное. Любые продукты, которые содержат так называемый хамец, закваску. Вот, и сейчас я хочу вам показать, как магазин, наш местный супермаркет готовится к Песоху. И сегодня 26 число, а Песох у нас начинается завтра вечером 27-го. Вот, и сейчас я нахожусь в хлебном отделе, понятно, что хлеба нет. И прилавки все занавешаны такой белой пленкой. Потому что, как бы, чтобы объяснить людям, что эти продукты не кошерные для Песоха. Печенье, которое вы видели, они кошерные, потому что они готовятся без добавления дрожжей. И здесь у нас обычно пекарня, где выпекают свежие булочки. Понятно, она сейчас тоже на Песох закрыта. И, мало того, закрыта, туда еще поставили стеллажи со всякими снеками. Здесь отдела, где обычно всякие рулетики, печеньки тоже вот завесили. И вот, это вот мацам. Мацам мы кушаем все 7 дней праздника Песох. Вместо хлеба, вместо дрожжевых других продуктов. На нам заменяет все. Потому что мацам это бездрожжевой хлеб. Ну, вот еще немножечко покажу вам, что есть в нашем местном супермаркете. Уже появились арбузы, на удивление. Ну, они еще очень дорогие. 8 шекелей за килограмм. И, как видите, здесь вот тоже завешены прилавки. Написано хамец, не открывать. Хамец, то есть, значит, квасное. Продукты, содержащие квасное. А вот мацам можно купить либо в большой упаковке, либо в маленьких упаковочках. Если, допустим, у вас небольшая семья, и вы, в принципе, не едите хлеб, и хотите мацам только на пасхальный седр. Здесь вы тоже видите завешенный отдел. Все, что не кошерное в Песох, все завешивается, чтобы покупатели не могли до туда добраться и достать этот продукт, и купить его. То есть, таким образом, магазин становится кошерным для Песоха. Вот, есть разные отделы, разные продукты. И сейчас я хочу рассказать вам о том, как я готовлюсь к Песоху. Я закончила свой небольшой шопинг в магазине в этот раз продуктовом. Я покупала определенные продукты для пасхальной тарелки. Итак, что же сюда кладут? Вместе рассмотрим пасхальную тарелку. Какие же символы на ней присутствуют? Первое. Здесь мы видим бойца. Это у нас будет вареное яйцо. Давайте пойдем вниз по кругу. Карпас. В роли карпаса у нас используется петрушка, которую мы еще будем дополнительно макать в соленую воду. Это напоминание о слезах пролитых в Египте. Дальше идет хазерет. Хазерет. Это у нас хрен. И вот в магазине продают специальный хазерет на Песох. И его готовят из свеклы с добавлением хрена. Очень-очень такая острая штука. Прям выбивает слезы. Я прикрою, потому что запах такой, что я сейчас чувствую, уже начну плахать. Хазерет тоже напоминает о тяжелых временах в Египте. И его обычно кушают вместе с мацой во время пасхального седера. Хазерет, значит. Дальше. Харосет. Харосет это особенная смесь, которая готовится из яблока, орешек. К примеру, можно еще добавлять такую пасту из фиников. И обычно такого получается коричневого цвета и напоминает нам кирпичи, из которых строились различные постройки в Египте. Далее. Зруа. Это у нас должна быть, по сути, ножка, гненка запеченная, но у нас такого добра нет. И поэтому мы будем просто жарить куриную ножку. Вот. И последнее. Это марор. Марор это горькие травы. Сюда пойдет, например, сельдерей, которые также напоминают нам о страданиях в Египте. О горечи, страданиях в Египте. Сюда также в качестве марора можно еще положить и листья салата. Так что буду готовить эту пасхальную тарелку скоро. Выкладывать сюда все, что необходимо. Вот. Еще хотела показать вам обязательно мацу. Маца это вообще, можно сказать, глава стола, потому что маца используется весь праздник Песох. Это бездрожжевой хлеб. Это главное условие кошерности еды в Песах. Вот. Также посмотрите, вот здесь у меня есть такие особенные печенья. Очень их люблю, кокосовые печенья. И они приготовлены без добавления дрожжей. То есть по условиям Песоха, если вы хотите придерживаться кошерного питания во время Песоха, вся еда, все продукты, напитки должны быть без так называемого хамец, без хамца. Хамец это все, что связано с дрожжами. Ну и не только. В общем, современные раввины пишут на всех продуктах, они их исследуют и пишут, кошерное они в Песах или нет. Вот, к примеру, вот здесь на печенье написано, что оно кошерное для Песоха. Кошер для Песоха. Вот. Еще здесь вы видите такую упаковочку. Это у нас гефильтефиш. Хотелось что-то особенное, традиционное и интересное. Это рыба, точнее рыбный фарш, который готовят в таких вот небольших шариках. И все это добро упаковано у нас в рыбный соус. Очень-очень вкусно, очень любимый. Ну это уже так, на праздничный стол вместе с этими печеньями. И последний важный момент, то что во время пасхального седера выпиваются 4 бокала вина. Такие небольшие бокалы красного вина, которые тоже играют важную роль в пасхальном седере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...